Доброе утро, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня тема нашей встречи это изменения в налоговом учете и отчетности НДС, в частности на примере 1СЕРП. Мы с вами сегодня поговорим о том, какие были изменения, которые касаются отчетности уже в 2022 году и, соответственно, законодательная база и примеры. Веду вебинар я, консультант-аналитик Галина Гардышева. Наши контакты вы можете видеть на экране, электронная почта и телефон. Мы будем очень благодарны, если вы будете присылать свои вопросы, которые у вас возникают, потому что в этом случае мы сможем, во-первых, больше времени уделить ответам, а во-вторых, уже более предметно, так сказать, касательно вашей ситуации, помочь вам разобраться в каких-то сложностях. Ну и, естественно, весь спектр услуг, которые касаются внедрения, сопровождения 1С, обновления программ и так далее. Тема нашего вебинара сегодняшнего, вы видите на экране, мы поговорим про изменения в учете НДС, которые необходимо учитывать в отчетности за первый квартал, налоговые льготы, которые были внесены законодательными актами. Это касается медицинских изделий и общепита. Изменения в первичных документах, то есть товаро-транспортной накладной. Поговорим по форме декларации, которую за первый квартал нужно уже сдавать по новой форме. И, соответственно, про законодательные изменения, которые дают основание налоговикам признать уже с данную и отправленную отчетность, не принятой. То есть, как избежать штрафных санкций. Также возникли изменения в системе контроля за уплаты налогов. Ну и, соответственно, какие изменения надо внести в настройки и справочники, если вы этого еще не сделали при составлении годовой отчетности. Ну и, естественно, как отражается в регламентированном учете и какие у нас есть дополнительные сервисы. Дополнительные сервисы для того, чтобы настроить необходимый учет в программе необходимых изменений. 2021 год у нас был очень богат на всякие новшества. И, ну, допустим, картинка, которая изображает, сколько у нас было изменений внесено. То есть, 133 изменения были законодательно приняты, которые влияют на работу бухгалтера с 2022 года. То есть, это и принятие новых ФСБУ, которые касаются учета основных средств. Это 6-2020 и 26-2020. Ну, соответственно, надо помнить, что и ранее были приняты еще ФСБУ-5-2019. То, что касается запасов, то есть, изменения в отражении запасов. Ну и, к сожалению, на этот год, к сожалению, у нас будет тоже достаточно много изменений. Это и новая ФСБУ, ну и, соответственно, будут уноситься еще изменения в налоговый кодекс, другие законодательные акты. Что у нас произошло основное в 2021 году, что повлияет на сдачу декларации за первый квартал? Ну, я просто напомню немножко, что до 25 апреля этого года нужно сдать декларацию по НДС и уже на новом бланке. Бланк на самом деле сильных изменений не претерпел, но есть некоторые новшества, которые нужно обязательно учесть. С 26 марта этого года упростили ускоренное возмещение НДС. То есть, это ускоренное возмещение будет действовать на 22 и 23 года. Для того, чтобы им воспользоваться, необходимо подать заявление и требования, которые необходимо предприятию иметь, точнее не иметь, а осуществлять, наверное, вы видите на экране. То есть, предприятие не должно находиться в процессе реорганизации или ликвидации, ну и, соответственно, должно быть возбуждено дело о банкротстве. В этом случае возмещение НДС происходит в упрощенном порядке без банковской гарантии. Ну и по сумме это возмещение должно не превышать сумму налогов и взносов за предшествующий календарный год. Ну, при этом не учитываются таможенные перемещения, то есть, через границу. Если же сумма возмещения НДС окажется больше, чем сумма налогов и взносов за предыдущий год, то в этом случае нужно будет оформлять банковскую гарантию или поручительство. Также с 1 января этого года есть льгота по медизделиям, а конкретно, то есть, можно применять удостоверение РФ, хотя первоначально было требование, что удостоверение РФ можно будет использовать только до начала 2022 года. Мы про это поговорим немножечко поподробнее попозже. И еще с 1 января 2022 года получили льготу по НДС организации общепита. Мы про это тоже поговорим немножко подробнее. Итак, главное изменение это именно льготы по общепиту. На самом деле про это уже достаточно много писали. Писали и правовые, так сказать, источники, то есть и гаранты, и консультанты достаточно подробно освещали, поэтому мы кратко просто пройдем по этим льготам. То есть реализация продукции общепита за исключением кулинарной продукции и индивидуальных предпринимателей, которые ведут розничную торговлю. Также эту льготу не могут применять организации при реализации общепита, которые занимаются заготовкой или иной аналогичной деятельностью, то есть соленье, варенье и так далее. По сумме доходов, доходы не должны превышать за 2021 год 2 миллиардов рублей, то есть достаточно крупная сумма. И, соответственно, они не должны составлять менее 70% от общих налоговых доходов организации. Дополнительные ограничения, которые могут возникнуть с 1 января 2024 года, касаются выплат сотрудникам. То есть, чтобы общепит мог иметь право использовать льготу по НДС, нужно обеспечить зарплату работникам в размере не менее средней зарплаты по вашему региону. То есть, соответственно, если в регионе действуют коэффициенты, районные коэффициенты, то их тоже нужно учитывать при расчете средней заработной платы. Еще одно новшество касается медизделий, о чем я говорила раньше, и, соответственно, удостоверений. То есть, то, что я уже сказала, их предполагалось использовать до 31 декабря 2021 года. Как обычно у нас бывает, к сожалению, корректировка законодательно немножко запоздала. Но, тем не менее, 29 января этого года было постановление правительства. Ну, то есть, ограничения по сроку применения именно российских удостоверений из этого постановления убрали. И действует оно задним числом, то есть, с 29 ноября прошлого года. Некоторые изменения коснулись ставок НДС. То есть, напомню вам, что по НДС могут быть прямые и расчетные ставки. Прямые ставки рассчитываются путем добавления сверху к налоговой базе. Основная ставка, которая у нас действует, это 20%. Есть также льготные ставки, 10% на определенный перечень. И 0% это по экспорту, по операциям экспорта. Регулируются ставки статьей 164 Налогового кодекса Российской Федерации. Перечни достаточно часто дополняются. И вот такие дополнения были на продовольственные и детские товары. Периодика и книги, лекарственные и медицинские изделия. Ну, насколько предполагается, сейчас перечень будет расширен в связи с обстановкой, которая... В связи со спецоперацией на Украине. Ну, соответственно, нужно следить за нормативными актами, потому что... Чтобы своевременно отреагировать. К товарам, которые облагаются по ставке 10%, добавлены форель ручная, речевая, ручьевая, извините, и озерная. И форель радужная, то есть это выращенная в искусственных условиях, когда считается НДС по межценовой разнице. В этом случае добавлены тоже группы. То есть если перепродажа купленных у физических лиц мотоциклов. Раньше были только автомобили, теперь в эту группу добавили мотоциклы. И также это коснется закупленного населения, то есть у физических лиц электронной и бытовой техники. Перечень вы видите на экране, номер постановления тоже. То есть можно будет посмотреть, может быть, что-то из ваших номенклатурных позиций попадает в эти группы. Еще одно изменение, это введена новая форма товара транспортной накладной. Ну, во-первых, с этого года ее можно формировать в электронном введении, только в бумажном формате. И с 1 марта, то есть вот уже практически полтора месяца назад, по обновленной форме. Мы немножко позже поговорим об изменениях, то есть чем новая форма отличается от старой. Ну, во-первых, там сокращено количество разделов, их было 17, сейчас их осталось 12. И в новом бланке отсутствует раздел условия перевозки и информация о принятии заказа. Ну, есть вот и прочие изменения, которые перечислены на экране. А в случае, когда не нужно оформлять транспортную накладную, это если продавец сам доставляет товар и стоимость доставки в договоре отдельно не указана, то есть включена в стоимость товаров. И товар передается в собственность покупателю на складе покупателя. Ну, соответственно, если это международные поставки, то это соответствует Инкотермс. Ну, к сожалению, сейчас с иностранными поставками сложности возникли, поэтому ориентируемся в основном на российские перевозки. Ну, естественно, если покупатель перевозит товар собственным транспортом, то есть он получил у вас, забрал, и в этом случае транспортную накладную оформлять тоже не надо. На следующем слайдике вот здесь, ну, к сожалению, достаточно мелким шрифтом, чтобы все поместилось, разница между этими накладными вот такой табличной формочки. То есть у нас товаро-транспортная накладная, сокращенная ТТН, и просто транспортная накладная, сокращенная ТН. Ну, и в том, и в другом случае и для ТТН, и для транспортной накладной этот документ служит для учета, во-первых, движения товаров между продавцами и покупателями и подтверждает именно заключение договора о доставке товаров, то есть о грузоперевозке. Есть случаи, когда, допустим, договор, заявка на перевозку заменяет договор, то есть является одновременным договором. Соответственно, по этому документу может проверить транспортная инспекция, что это именно правомерная перевозка по дороге. Следующий момент. В товаро-транспортной накладной у нас было два раздела – товарный и транспортный, и в них указывались сведения о грузе и маршрут его транспортировки. В товарной накладной, в транспортной накладной имеется только один раздел. Он более расширен, и в нем содержатся сведения о самом перевозчике грузоотправители, ну, естественно, о получателе, условиях, на которых осуществляется перевозка. То есть это именно обоснование факта перевозки и затрат по этой перевозке. В товаро-транспортной накладной у нас, собственно, было… Этот документ выступал в качестве основания для списания товаров у отправителя и оприходования его у получателя. А в транспортной накладной раздел включает сведения об упаковке, то есть о таре, если она присутствует, о способе упаковки, какая маркировка должна быть, ну, например, упаковочные листы, о количестве грузовых мест, то есть то, что обычно проверяют транспортные аспекции, таможенные, допустим, органы. Ну, естественно, масса, объем, размеры, габаритные размеры места и так далее. А в ТТН такая информация не предусмотрена. Еще одно отличие – товаро-транспортная накладная составляется в четырех экземплярах. В транспортной накладной у нас содержится указание грузоперевозчику, если такие требуются, ну, там, например, где должны быть остановки или под каким маршрутом должно осуществляться транспортирование грузов, пломбы, если они есть, ну, если они предусмотрены, ну, дополнительные подробности о состоянии груза. В транспортной накладной не указываются контактные данные юридических лиц – ни отправителей, ни получателей, ни перевозчика. И, соответственно, в этом случае в транспортной накладной не присутствует раздел, где подписи. То есть, должностные лица, которые разрешили отгрузку, которые отпустили груз, то есть то, что у нас присутствует в ТОРК-12 или в товаро-транспортной накладной в ТТНке. Соответственно, транспортная накладная у нас служит основанием для расчетов только за перевозку. То есть она доказывает перемещение груза и плюс подтверждает, что это не фиктивный документ, а физически осуществляющаяся операция. Если были какие-то документы, ну, например, какие-то были сборы, пошлины там за дорогу и так далее, в этом случае транспортная накладная служит обоснованием расходов за перевозку. И, прошу прощения, и плюс к этому транспортная накладная не может служить основанием для оприходования покупателем или списания поставщиком. То есть в транспортной накладной просто нет раздела с нужной информацией и не указывается цена и общая стоимость груза. Указывается цена только компенсации в случае утери груза. И, наконец, еще один момент – это транспортная накладная заполняется в трех, а не в четырех экземплярах, как ТТНК. Еще один момент, на который нужно обратить внимание – это изменения в декларации. То есть за первый квартал 2022 года, поскольку были внесены изменения в налоговый кодекс, в декларации тоже произошли изменения. С чем связаны эти изменения, вы видите на экранах. То есть это, во-первых, появление льготируемых операций, о чем мы с вами говорили, медицинские изделия, услуги общепита. Еще один момент – это была реализация иностранными лицами права на проведение чемпионата формула. То же самое – это изменения и уточнение информации в случае, если налоговые агенты, то есть это если иностранные продавцы или, например, иностранные компании, которые оказывают услуги на территории Российской Федерации. И, естественно, введение права на заявительный порядок возмещения налогоплательщиками, производителями ковидных вакцин. Сроки предоставления декларации остались теми же самыми, то есть до 25-го числа месяца следующего за отчетным периодом. Ну и, естественно, если эта дата выпадает на выходные дни, то следующий рабочий день за выходным. По уплате НДС сохранилось правило, что либо можно заплатить всю сумму до 25-го числа следующего за отчетным кварталом, или оплачивать по одной трети до 25-го числа каждого месяца последующего квартала. Есть случаи, которые оговорены в налоговом кодексе, когда оплата НДС по одной трети не может быть осуществлена. Это в случае, если счет фактуру с НДС выставил неоплательщик НДС, то есть компания, у которой не было обязанности выставлять счет фактуру. Ну, например, если эта компания работает на УСН, но клиент попросил выставить счет фактуру. В этом случае заплатить НДС нужно одним платежом, не позднее 25-го числа месяца следующего за отчетным периодом. Налоговые агенты, которые приобретают услуги у иностранцев, то есть у иностранного продавца, который не состоит на налоговом учете в Российской Федерации. В этом случае НДС необходимо перечислить одновременно с оплатой услуг. То есть это конкретно касается налоговых агентов. Кроме этого, у нас изменились счета фактуры. Изменение произошло 1 июля прошлого года, но на всякий случай я напомню про эти изменения. То есть у нас изменилась форма налоговых... Форма счетов фактур. В нее добавились несколько дополнительных граф. И эти графы связаны с введением прослеживаемости товаров. То есть указываются дополнительные сведения. Это графы 12, 12, а 13. То есть когда идет вопрос про прослеживаемую партию. Естественно, изменения затронули и книгу покупок. До этих изменений номер ГТД проставлялся в графе 13. Сейчас в обновленном документе для этого используется 16 графа. А в 17 графе указывается код единицы измерения. Ну, соответственно, указывается количество и стоимость без НДС. В книге продаж тоже дополнились дополнительные графы. В этом случае регистрационный номер декларации указывается в графе 20. и графы последующие отражают дополнительную информацию. То есть это граф из 20 по 23. Кроме этого, мы сейчас еще посмотрим, вот какой момент. Для того, чтобы эти изменения появились, нужно сделать отметочки. Регистрация номеров, регистрация и контроль номеров по ГТД. И, соответственно, надо обратить внимание, чтобы у вас была отметочка о прослеживаемости товаров. То есть с какого числа. В нашем случае это должно быть с 1.07. И обратите внимание на синий текст настройки. То есть переход по этой ссылке приводит нас в журнал настроек, где все, что связано с прослеживаемостью товаров. В этом случае, когда мы вводим номер ГТД при пересечении товаром границы в номере таможенной декларации, появился вот такой вот флажочек, отметка, чекбокс о присвоении номера РНПТ, регистрационный номер прослеживаемых товаров. Теперь по форме декларации. То есть приказом ФНС, номер его вы видите на экране, введена новая форма декларации по НДС. В ней добавились строки 0.55, где отражается код основания для применения заявительного порядка. Регулируется это вторым пунктом 176 статьи Налогового кодекса. По значениям можно посмотреть достаточно много нормативных комментариев к нормативным актам, где описаны случаи, когда можно применять тот или иной код. Если применяется, например, несколько оснований, то в этом случае по 55-й строке отражается несколько кодов. И следующая строка, 56-я, в которой отражается общая сумма налогов, которые мы заявляем к возмещению, используя заявительный порядок. Опять же, на основании 176 статьи, по всем кодам, которые мы отразили по предыдущей статье. Сейчас вы на экране видите слайд титульного листа новой налоговой декларации. Красными рамочками отмечена информация, на которую нужно обратить внимание. То есть, во-первых, это штрих-код. А во-вторых, должно быть вот в этом окошке указано постановление, на основании которого эта декларация заполняется, ну и форма КНД. То есть, видите, здесь, в принципе, на титульном листе ничего особо нового нет, кроме вот этой информации, на которую нужно обратить внимание. То есть, все заполнение идет так же, как и в старой форме. А вот на этом слайдике вы видите 55-ю и 56-ю стройки, по которым нужно отображать вот новые коды. Теперь неприятный момент. То есть, было принято в прошлом году законодательные акты, которые позволяют налоговикам признать непредоставленную уже отправленную им на отчетность и принятую. В этом случае налоговики могут признать декларацию непредставленной, если при камеральной проверке установлено хотя бы одно из следующих обстоятельств. То есть, вы видите на экране, какие обстоятельства позволяют признать декларацию непредоставленной. То есть, если она подписана неуполномоченным лицом, это первое. Второе, если она подписана дисквалифицированным физическим лицом, а срок дисквалификации еще не истек к моменту предоставления декларации. Если в государственных записях имеются данные о смерти подписанта до того, как отчетность была подписана его подписью. Если руководитель, который подписал отчет, имеет какие-то недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Вот на это обратите, пожалуйста, внимание, потому что на самом деле ситуация достаточно распространенная. Если, например, человек поменял паспорт, но не подал заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ. То есть, в ЕГРЮЛе указан его предыдущий паспорт. Если в отношении налогоплательщика организации, то есть именно компании, была внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении действия юридического лица. И если эта запись была сделана в ЕГРЮЛ раньше, чем предоставляется отчетность. Если в представленной декларации налоговики обнаружили расхождение с контрольными соотношениями. Вот эти вот основания, они касаются не только декларации по НДС, они касаются и, соответственно, отчетности по персонифицированному учету, то есть РСВ, для которого расхождение с контрольными соотношениями бывают достаточно часто. Либо за счет округлений, либо какие-то ошибки при расчете взносов выявились. Ну, естественно, и для НДСных деклараций. И ужесточен контроль за уплатой имущественных налогов. С 1 июля этого года вводят экспериментальный налоговый режим. То есть это вроде бы как события еще будущего периода, но про них уже стоит помнить. С 1 апреля по 4 мая можно подать заявление об уплате единого налогового платежа. То есть в некоторых случаях это бывает обосновано, чтобы потом не связываться с перезачетом переплаты по одному налогу и так далее. С 1 января, то есть уже с нового года, с нового года 2022, за счет переплаты по налогам разрешили перечислять страховые взносы. То есть раньше нужно было учитывать, какой бюджет, федеральный или региональный, и, соответственно, налоги. Не разрешено было перезачитывать в счет страховых взносов. И обратите внимание, специально выделили красным текстом, что с 1 января этого года не действуют электронные подписи от коммерческих удостоверяющих центров, которые не прошли перерегистрацию в 2021 году. В прошлом году налоговики рассылали предупреждения и уведомления о том, что вы можете бесплатно переоформить свою ЦП и, соответственно, подписать уже ей новую отчетность. Сейчас уже, когда люди столкнулись с тем, что отчетность за год, то есть годовая отчетность, не принимается из-за несоответствия электронных подписей, пришлось это делать в пожарном порядке. Еще один, так сказать, теоретический момент, но тоже на котором мне бы хотелось остановиться, это налоговая реконструкция. Она касается не только НДС, она касается и других налогов. Но, тем не менее, что такое налоговая реконструкция? Это в случае проверки определение налоговых последствий сделки, исходя из их реального экономического смысла. То есть при этом имеется в виду, что налоговые органы могут искать искажения, то есть, например, которые возникли в результате дробления бизнеса, или, например, использование налоговых схем, когда используется одно предприятие на общем режиме, одно на упрощенке, например, для экономии по взносам. В этом случае заплатить придется столько, сколько пришлось бы без такой оптимизации. Более подробная информация об этом содержится в письме ФНС, номер вы видите на экране. И, собственно говоря, в чем здесь соль? Ну, во-первых, применять прежний подход налоговые органы уже не могут. То есть, когда при проверке налоговики просто не учитывали сделки, которые они посчитали сомнительными, и, соответственно, исключали их из состава затрат и увеличивали налогооблагаемую базу. Теперь это можно делать, то есть не учитывать сделки, которые налоговики посчитали сомнительными, только в том случае, когда был причинен прямой ущерб госбюджету. То есть, если вы работали с госзаказом или причинили ущерб другими способами, путем занижения налогов, то есть, если бюджет не пострадал, то до начисления и непризнания расходов со стороны налоговиков быть не должно. Ну, и, во-вторых, это, в общем-то, самое главное, на это обратите, пожалуйста, особое внимание, что если налоговики все-таки обнаружили у вас сделки, которые они рассматривают в рамках незаконной оптимизации, то доказывать свою невиновность придется вам самим. То есть, бремя доказательства обстоятельств, которые вызывают применение статьи 54, придется взять на себя. Теперь, собственно, о том, что требуется при составлении налоговой отчетности по НДФ. Ну, во-первых, в ЕРП, ну, на самом деле, не только в ЕРП, во многих конфигурациях 1С, особенно последних, более новых, более новых конфигураций, в зарплате и кадрах, ну, вот, как конкретно в ЕРП, в комплексной автоматизации. Очень важен порядок действий. Если вы все настроили правильно и, соответственно, проставили все флажочки и соблюдаете порядок работы с документами, то при закрытии месяца автоматически все рассчитается очень корректно. И в этом случае роль бухгалтера, в принципе, сводится к роли диспетчера, что нужно своевременно нажать кнопочку закрытия месяца. В отношении НДС на что нужно обратить внимание? То есть, что у вас в настройках указаны авансы, зачет НДС с авансов. Ну, закупки, это понятно, это обычные штатные документы при продажах. То есть, если у вас присутствует нулевая ставка, то вы должны обязательно для того, чтобы ее применить, иметь подтверждение налоговой инспекции о том, что вы правильно применили ставку 0%. При приобретении внеоборотных активов, ну, в принципе, ничего не изменилось. Если у вас произошла смена деятельности по учету НДС, то это обязательно нужно отразить. Ну, или если вы начали применять какую-то новую деятельность, например, у вас предприятие зарегистрировалось в качестве резидента особой экономической зоны или начало применять, начало работать с госзакупками, ну, то есть обратить внимание на виды деятельности. И дальше, собственно говоря, хозяйственные операции, отражение хозяйственных операций в оперативном учете. Затем должны быть учетные действия по НДС, ну, то есть должны быть созданы счета фактуры, ну, то есть выполнены все операции, которые выполнялись и раньше. И итоговое – это закрытие месяца. То есть закрытие месяца формирует фактически все регламентные документы и все отчеты, которые требуются для учета НДС. Ну, то есть, соответственно, формируется книга учета счетов фактур, книга покупок и книга продаж. Здесь в ЕРПИК и все вот эти книги, книга покупок, книга продаж, реестр – это формируется как отчет по введенным уже документам в систему. И как финал – это, соответственно, заполнение декларации НДС. В этом случае по кнопочке «Заполнить» формируется декларация, которая соответствует всем нормам. Ну, естественно, нужно проверить, чтобы у вас была установлена нужная редакция, то есть последний релиз. И обязательно обратить внимание на учетную политику. Сейчас вы видите учетная политика бухгалтерского учета. Ну, у нас, естественно, должна быть политика и налогового учета, и бухгалтерского учета. А вот сейчас мы с вами немножечко будем смотреть и слайды, и будем смотреть на основании программы, будем смотреть демо-базу. И, собственно, я буду показывать, так сказать, на живом примере, что и где нам нужно будет посмотреть, и что обязательно не упустить из внимания. показывать я буду на примере ERP. Значит, вот по вот этой пиктограммке мы можем посмотреть сведения о программе, чтобы проверить, какой релиз у нас используется. Я вам буду показывать на примере ERP 2.5.8. Это не самый последний релиз, но здесь нужно учитывать, что начиная с релиза 2.5.7 были внесены максимально полные изменения, которые соответствуют всем нашим принятым законодательством изменениям. То есть и новые ФСБУ, и прослеживаемые товары, и все, что этого касается. Поэтому смотрим мы с вами на примере вот этого релиза. Так, сейчас мы это уберем. Так, и вернемся к нашим пиктограммкам. То есть учетная политика бухгалтерского учета. Обратить внимание нам нужно, ну, во-первых, 18-е ПБУ рекомендуется использовать балансовый метод. Ну, естественно, это зависит от специфики вашего предприятия. Запасы, то есть это ФСБУ 19 дробь, о, извините, 5 дробь 20-19. Ну, и основное, это как ведется ваша зарплата, то есть где у вас происходит расчет взносов и так далее. Что у нас в регламентированном учете? То есть нужно обратить внимание, раздел меню регламентированный учет и отражение документов в регламентированном учете. Это очень удобный сервис, который показывает везде, где у вас есть ошибки. Сейчас мы вернемся к нему же на основании демо-базы. Отражение документов в регламентированном учете. Сейчас запускается не очень быстро. Хочу обратить ваше внимание, что просто напомнить, поскольку сейчас все после сдачи годовой учетности, скорее всего, уже проверили эти настройки, но вносятся настройки в разделе НСИ и администрирование. Там вносятся, если можно так сказать, более грубые настройки. И уже потом дополнительно в каждом подразделе, допустим, продажи, закупки и так далее. Существует еще раздел настройки и справочники, где, так сказать, более тонкие, если можно так сказать, тонкие настройки уже касательно именно вашей специфики. Ну, что ж такое? Не хочет. Пока МИСТ это у нас запускается, давайте снова вернемся тогда к нашим слайдам. И что мне хотелось следующее вам показать. Ну, практически получается, что после того, как мы проверили отражение документов в регламентированном учете, мы можем переходить уже к настройке, к созданию именно отчетности. Находится она тоже в разделе регламентированный учет и вот этот блок 1С-отчетность. Все отчетности у нас делаются в регламентированных отчетах. Хотела бы я вам сказать о сервисе 1С-отчетность. То есть сервис, который был достаточно, ну, можно сказать, недавно применен в 1С, на самом деле он очень удобный. То есть он позволяет напрямую сдавать отчетность в налоговую инспекцию с пользой операторов. Там, например, Тензор, Астрал, СБИС и так далее. В этом случае из программы напрямую выгружаются отчеты в налоговую инспекцию. Точно так же, как во всех программах операторов, можно посмотреть статус. То есть, например, отправлено, в работе, принято и так далее. Так, ну, сейчас попробуем, может быть, уже здесь открылось. Да. То есть отражение документов в регламентированном учете, это рабочее место, очень удобно тем, что здесь отражаются, так сказать, все шаги и ошибки, которые были сделаны. То есть, видите, допустим, ручные операции регламентированного учета. У нас их было 11 штук. И если мы перейдем по этой ссылочке, мы можем их посмотреть. Соответственно, ручные операции – это либо изменение в документе, проставлен флажок, ручная операция, или унесение именно отдельных ручных операций, когда регулируется, например, перенос между субконта, или вынесение каких-то конкретных бухгалтерских исправительных операций. Ну, то есть, на самом деле, достаточно много оснований, когда они могут применяться. Но при этом налоговый учет, чаще всего такие операции не попадают в налоговый учет, не отражаются, например, в книге учета доходов и расходов и так далее. Вот у нас открылась операция, то есть, вот у нас закладочка «Бухгалтерский и налоговый учет». То есть, видите, это у нас была регулировка по 0,9 счету. Ну, понятное дело, что когда это касается копеек, это не критично, но если вы исправляете, например, ошибки прошлого периода без применения ретроспективного метода, то в этом случае на это нужно обращать внимание. не могу открыть. Значит, соответственно, когда мы переходим в журнал регламентированных учетов, мы видим регламентированного учета, мы видим вот журнал со всеми нашими сделанными декларациями, со всеми отчетами, которые мы перед этим сдавали. я снова вернусь к слайду. Это отражение документов в регламентированном учете. Мы его можем сделать до закрытия месяца, и, соответственно, в связи с этим можем посмотреть предварительный результат. Окончательно у нас будет уже после того, как закрывается месяц, и будут сделаны все регламентные операции по расчету себестоимости, по, ну, собственно говоря, все, что требуется при закрытии месяца. Я хочу немножко вернуться в закрытие месяца, но вот, к сожалению, к сожалению, медленно у меня это открывается. Значит, если мы перейдем снова в нашу домобазу, в наши слайдики, вы на слайдике видите окно по отражению в регламентированном регламентной операции по закрытию месяца. И, собственно говоря, здесь видите все отражения, где какие были ошибки, что требуется выполнить или нет, и волшебная кнопка выполнить все, то есть выполнить операции. У нас работает, обратите внимание, как по одной организации, так и по всем организациям. Вот, если мы снова вернемся в нашу демобазу, значит, здесь мне хотелось показать вам еще один момент и сказать про него пару слов. Это личные кабинеты. то есть кроме того, что можно обмениваться напрямую с налоговой инспекцией, пересылать отчеты и, соответственно, получать результаты, можно настроить себе личные кабинеты, если кто-то не пользовался, очень рекомендуем, потому что личные кабинеты здесь собраны все практически, которые используются и для налоговой инспекции, и для соцстраха, и для госуслуг, ну, собственно, все наиболее распространенные отчетности, все небюджетные и бюджетные фискальные органы здесь перечислены. И, соответственно, если мы один раз настраиваем какой-то кабинет, то после этого уже переход в личный кабинет осуществляется очень быстро и очень помогает просмотреть, например, взаимоотношения с бюджетом, принятые и непринятые декларации, тем более, что сейчас налоговые органы данную отчетность размещают в свободном доступе, ну, то есть можно посмотреть все, что требуется для своевременного реагирования. И статистика, обратите внимание на статистику, это не совсем связано с НДС, конечно, но, тем не менее, с 22-го года за несвоевременную сдачу статистики предусмотрены достаточно крупные штрафы, порядка там 70 тысяч рублей и выше, то есть чтобы не попасть на эти штрафные санкции, стоит сходить на сайт статистики, посмотреть, под какую отчетность ваше предприятие попадает, по каким срокам, ну, и, соответственно, из раздела 1С отчетности эту отчетность можно сформировать и после этого спать спокойно, что уже никаких претензий не будет. еще один момент, который мне хотелось показать вам на демо-базе, это, собственно, где настроить и где проверить все настройки, так сказать, фундаментальные, которые включают или отключают определенные блоки. Находятся эти настройки в разделе НСИ и администрирование. Ну, во-первых, финансовые результаты, контролинг, это вот мы с вами сейчас смотрели, а есть раздел учет НДС, импорт и экспорт. Значит, в этом случае нам обязательно нужно проверить флажки, которые здесь установлены, то есть первый флажок, обратите внимание, формировать отчетность по НДС. Если кто-то начинает только работать с ЕРП, вроде бы этот флажок кажется не совсем логичным, потому что мы же предполагаем, что отчетность по НДС должна быть сформирована. Но если этого флажка не проставить, то программа будет считать, что вы не работаете с НДС, и формировать отчетность вам не нужно. Отдельная нумерация счетов фактур на аванс, это когда перед номером ставятся буковки АВ, ну и соответственно отражаются на 76-м счете. И еще то, что я уже говорила, это регистрация контроль, раздел регистрация контроль номеров ГТД, и здесь нас интересует учет прослеживаемых импортных товаров, который ведется с июля 21-го года, но у меня проставлено 22-го, но должно быть 21-го, или с той даты, когда допустим, вы с этим начали работать. И переход через меню настройки, про который я уже вам говорила, когда показывала слайдики, здесь, как вы видите, ну в общем-то весь спектр того, что касается именно прослеживаемых товаров, то есть как ввести, как ввести, если комиссионные товары, были у нас остатки принятые на комиссию, если вы работаете с ЕАЭС, какая отчетность, и видите, собственно, прелесть вот этого раздела в том, что можно прямо из нужного вопроса перейти в меню действий, точно такое же меню, то есть вход вот в это меню у нас есть и из подраздела, но мы сейчас уже, к сожалению, туда не успеем сходить посмотреть, ну и дополнительная информация, вот смотри, также, сейчас, это в общем-то больше, наверное, для финансовых руководителей и логистов, то есть это ведомость по прослеживаемым товарам организации в целом, ну и собственно, то, что я уже говорила, это в разделе НСИ администрирования нужно обязательно проверить разделы регламентированный учет, что у вас здесь отмечено, что не отмечено, ну то есть отражение операции и отчетность, какая у вас отчетность, значит обратите внимание, что здесь вы можете задать в каком формате эта отчетность будет сохраняться, то есть если вы, например, создали декларацию, отправили ее налоговикам, но вам нужно ее распечатать или сохранить для, например, архива, то в каком формате, то есть в PDF или допустим в Excel или любой другой формат можно и обратите еще внимание флажок контролируемой сделки, то есть по-хорошему здесь нужно его проставить, чтобы программа уже, чтобы в программе этот блок был активирован и вы могли с ним работать если что. Это мы с вами посмотрели регламентированный учет через НСИ нормативно-справочная информация и администрирование. и финансовый результат и контролинг. Вот здесь соответственно нужно посмотреть все, что у нас касается. Самый оптимальный вариант это чтобы у вас и управленческий и налоговый и балансовый и бухгалтерский учет были на одном плане счетов, то есть в этом случае должны быть проставлены соответствующие флажки. Ну и формировать управленческий баланс это естественно в случае если например для акционеров для собственников и так далее. Учет передачи товаров между организациями это так называемая система интеркомпании которая позволяет сэкономить время на создание отчетности между собственными юрлицами. и самый вредный флажок контролировать остатки товаров организации если вы его отключите то вы себе организуете головную боль в виде отрицательных остатков и в этом случае естественно расчет себестоимости это превратится в еще тот квест. И остальные флажки тоже нужно проверить потому что вдруг вы где-то что-то упустили. После того как все настройки сделаны то есть вы проверили учетные политики и так далее посмотрели рекламентированный учет финансовые результаты контроллинг вот еще раз хочу показать то есть видите финансовые результаты контроллинг вот у нас здесь тоже есть настройки справочники которые нужно можно посмотреть и после этого у нас останется только составление регламентированной отчетности и отправка ее в налоговую инспекцию. На этом собственно наша встреча подошла к концу хочу еще раз напомнить про наши контакты компания Кодерлайн телефон у нас есть подразделения в разных городах в Санкт-Петербурге и в Москве так что мы будем рады оказаться вам полезными помочь в сложных ситуациях внедрить написать и так далее благодарю вас за внимание за время которое вы нам уделили разрешите попрощаться всего вам доброго и так далее